МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Вы смотрите воскресный выпуск нашего тележурнала. Всех зрителю экранов приветствую я, ведущий программы, Иван Игнатов. Здравствуйте. В понедельник, 26 октября, в день памяти преподобного Вениамина Печорского, в Христорождественском кафедральном соборе была отслужена торжественная литургия. Богослужение совершил митрополит Оренбургский и Сороктажский Вениамин. Именно на Оренбургской земле бывший глава Рязанской митрополии будет теперь совершать свое служение. Такое решение принял Священный Синод на заседании 22 октября. Владыка Вениамин был назначен на Рязанскую кафедру в конце декабря 2013 года. За время его служения был открыт музей митрополита Симона Новикова. Святишим патриархом Кириллом был освящен храм Иоанна Кронштадтского. Была восстановлена традиция проведения общегородских крестных ходов. Началось строительство двух храмов в Рязани в честь святого князя Владимира и преподобного Пимена Угрешского. По благословению митрополита Вениамина возводится еще несколько храмов по области. Поздравить Владыку с Днем Ангела и выразить благодарность за служение на Рязанской земле пришли простые прихожане, духовенство и представители городских и областных властей. От всей души, дорогой Владыка, я и пастор, врученные мне, желаем вам, чтобы Господь всегда подавал вам силы, также без остатка отдавать жизнь свою на благо Церкви и служению Христу. Сегодня мы говорим слова глубокой благодарности нашему Владыке за те труды, которые он имел на Рязанской земле неполных два года. Очень символично, что здесь, в Кафедральном Христорождественском соборе, под сенью великолепного иконостаса, созданного трудами и молитвами нашего Владыки, окормляемся все мы, как окормлялись все это время. Владыка объединил нас в служении Церкви. Согласно решению Священного Синода, новым главой Рязанской митрополии назначен архиепископ Егоревский Марк, бывший до этого времени векарием Святейшего Патриарха. К месту своего нового служения Владыка прибудет после праздника Казанской иконы Божьей Матери. Так что уже в следующем выпуске мы планируем рассказать о его приезде. 29 октября в Рязанской области стартовал благотворительный проект «Белый цветок». Первый праздник милосердия прошел на шатской земле и был приурочен к 200-летию с дня рождения святителя Феофана Затворника Вышинского. В рамках Дня милосердия и благотворительности прошел театрализованный концерт и выставка-ярмарка. Все собранные в этот день средства будут перечислены на лечение детей. Продолжит тему наш репортаж. Благотворительность всегда была основой русского общества и проведение подобных мероприятий говорит о том, что эта добрая традиция продолжается. Инициатором акции стала общественная организация «Союз православных женщин» при поддержке Министерства культуры и туризма Рязанской области. «Действительно, в жизни очень многие нуждаются. И мы знаем, не всегда государство может взять полностью на себя эту заботу. И никто не отменял благотворительность, никто не отменял милосердие. Это написано у нас в генетическом нашем коде». «Когда мы понимаем, что мы живем плечом к плечу, когда мы знаем, как зовут наших соседей, когда мы всегда готовы помочь и пойти им на выручку, вот тогда мы можем считать себя культурной нацией. Министерство культуры и туризма на самом деле получается министерством всего. И я не вижу никаких противорителей в том, что мы отозвались на предложение «Союза православных женщин» для того, чтобы поучаствовать в этой акции». Идея проведения Дней цветов принадлежит Европейской лиге борьбы с чахоткой при Международном обществе «Красный крест», чтобы справиться с эпидемией туберкулеза. Эту инициативу поддержал Датский королевский дом, а затем и царская семья Романовых. С 1911 года Дни цветков стали проводиться во многих городах России. В поддержку акции «В день белого цветка» проводили благотворительные базары, работали буфеты, шли концерты. Вручную изготавливались десятки тысяч цветков и передавались в комитеты белого цветка. Цен на букеты не было, каждый давал столько, сколько может. И за копейку, и за рубль полагался одинаковый букет белых цветов. В этот день благотворителями могли стать люди разных сословий. Милосердие было всегда в чести у русского народа. Белый цветок, белый цвет, цвет чистоты, нежности и новой жизни. Праздник, который мы должны прочувствовать с вами, который должны осознать и помочь тем людям, которым нужна наша с вами помощь. В наши дни «День белого цветка» возрожден. Постепенно он набирает популярность и, начиная с 2000 года, уже по несколько раз прошел во многих городах России – Курске, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Петербурге и впервые после революции в 2011 году в Москве. Теперь «День белого цветка» регулярно будет проводиться и в Рязанской области. Первым местом, где стартовала акция, стал Шатский район. И не случайно, ведь именно здесь, в Свято-Успенском женском монастыре, покоится мощь святителя Феофана Затворника Вышинского. В этом году весь православный мир отмечает 200-летие со дня рождения Великого Подвижника. В этом году юбилеем для святителя Феофана у нас с вами есть повод обратиться к опыту жизни у человека. Что же это за опыт? Это опыт, который он демонстрировал нам своим личным подвигом духовным, душевным, своими книгами, своими письмами. Это человек, который даже, будучи за двори, своим теплом и вниманием сопривал сердца многих людей. И мы сегодня, спустя столетия, имеем возможность также соприваться этой любовью к нам, к Богу, читая книги трудосвятителя Феофана. В поддержку акции на сцене выступили многие художественные коллективы от Рязанского народного хора имени Попова до молодежных любительских студий. Деньги, собранные на концерте и на выставке-ярмарке, будут переданы конкретным детям, которые нуждаются в поддержке и лечении. Как предполагают организаторы благотворительной акции «Белый цветок», она поэтапно пройдет по всем районам Рязанской области. Это значит, что еще не один десяток больных детей будут окружены вниманием и заботой. Сейчас смотрите нашу постоянную рубрику «Мир и Клир». Встречаем Дарью Трофимову и ее постоянного собеседника, протерея Георгия Чернышова. Здравствуйте, я с Георгией. Здравствуйте, Дарья. С Георгией, вот говорят много о том, что нужно жить духовной жизнью в церкви. Говорят очень много об этом, что как бы должна быть духовная жизнь у человека. Вот вообще, что можно под этим понятием подразумевать? Если ты, скажем так, рядовой христианин, там, ходишь в храм по воскресеньям, ну, причаешься периодически, посты соблюдаешь, никого не убиваешь, там, мужа же не изменяешь, это вот есть духовная жизнь или все-таки это нечто большее? Ну, то, что вы сейчас назвали, Дарья, это средство к достижению духовной жизни. Духовная жизнь – это очень глубоко и очень высоко. И очень, знаете, даже, я бы сказал так, таинственно, и, может быть, чуть-чуть даже и мистически. Таинственно почему? Потому что духовная жизнь человека, она, как правило, происходит в тайне, внутри самого человека. А вот тайное, как Господь говорит, оно становится всегда явным. То есть это не обязательно какие-то наши недостатки, которые выйдут рано или поздно наружу, а это еще и достоинство. Духовная жизнь – это, знаете, это борьба, это противостояние, это борьба с самим собой, борьба со своими страстями, пахотями, противостояние злу. И вот духовная жизнь, духовная жизнь наступает у человека тогда, когда он начинает задуматься о самом себе. Вот люди, которые ведут духовную жизнь, как правило, никого не осуждают. Им некогда осуждать никого, потому что они видят свою никчемность. То есть люди, ведущие духовную жизнь, как правило, в храме стоят спокойно, они никому не лезут, никого не учат, никого не цепляют, кто в чем одет, кто как пришел. Это люди, сосредоточенные сами в себе, они ведут духовную жизнь, то есть они противостоят. Вот как раз противостоят тому, чтобы обращать на кого-то внимание, почему? Потому что это отвлекает всегда от службы. Лезть там к кому-то, учить кого-то. Они противостоят этим желаниям, которые тоже возникают. Ну, пришел вот человек в майке там, да, и в шортах, ну, надо же его как-то там выгнать из храма каким-то образом. Вот человек духовный, он знает, что, ну, священник-то видит этого человека, он сейчас примет какие-то определенные меры. Моя задача в храме стоять спокойно. То есть когда человек думает, что он ходит в храм, исповедуется, там, причается даже, и при этом не меняется вообще, то, значит, духовную жизнь он не ведет. То есть он, ну, очень часто такое случается со многими людьми. То есть, знаете, такое психологическое удовлетворение. Раз в месяц сходил в храм, поисповедался, ну, то есть увидел в себе какие-то недостатки, сказал, вот, батюшки, вот, батюшки, то-то, 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 то-то. Человек, который хочет духовную жизнь вести, он старается вот эти недостатки, в которых он исповедался, их не повторять. То есть он борется постоянно. Сейчас, Георгий, у меня знаете, вот вопрос какой. Вы сказали, что вот причастие, исповедь, соблюдение постов – это средство. То есть получается, что средство не подходит, что ли, человеку, или он их как-то неправильно использует, если они не действуют на него? Если нет, они всегда действуют. Вот что такое причастие? Вообще, это высшее, что есть на земле. То есть это высшая степень, вообще, ну, как сказать, приближения к Богу. И, конечно, когда человек ведет духовную жизнь, то есть когда он меняется от раза к разу, он борется с собой и причащается к христовых тайн, то он видит в себе изменения или видит понуждение к этому изменению, но все равно Бог никого никогда не насилует. То есть человек может причащаться, и не даром наш святый, тот же Иоанн Златоуст говорил, что обратите внимание, как вы подходите к причастию. То есть многие от этого еще и умирают, то есть если мы подходим недостойно. Что значит недостойно подходить к причастию? Вот тоже, опять же, такие есть моменты, как бы, ну, это практика просто. Вот приходят люди и говорят так с такой уверенностью, я готов причащаться, я, ну, я достоин даже. А в чем вот вы, к чему вы достойны? В чем ваша достоинность? Ну, я постился, пост соблюдал, все молитвы вычитал, которые положили к святому причащению. Вот, ну, поэтому я достоин. А ты простил тех, кто тебя обидел? А ты вообще, вот ты принял решение, что вот я вот после этой исповеди постараюсь больше не делать того, с чем я иду? Вот, то есть есть у тебя кардинальное вот такое решение? Или ты просто идешь константирует факт? Вот, когда мы просто константируем факт того, что я грешник, а, сосуд немощной, каюсь, то это нет духовной жизни. Духовная жизнь – постоянная борьба, преодолевая. Ну, другая сторона медали тоже, наверное, в том, что, когда человек говорит о том, что, ну, я не достоин, и когда ты там будешь достоин, никогда не будешь достоин. То есть он тоже не идет, в принципе, к причастию. Вот такой вот священник, который исповедь принимает, он вот это вот прекрасно чувствует, когда человек говорит, достойный или недостоин. У меня был один случай, я приведу простой пример. Вот когда, ну, женщина одна приходила, и у нее как-то очень часто это звучало, что она недостойная, раба самая последняя. Вот, ну, и как-то вот мне показалось, что лукавит вот она. Вот, ну, положено так говорить, она так и говорит. Ну, и как-то раз вот на испыде я говорю, да это правда, знаешь, вот там, ну, допустим, Маш, посмотрю на тебя, ты правда самая недостойная, болтаешь в храме постоянно, ногами шмыгаешь ходишь, и все, она прямо аж выпрямилась. Кто я в храме болтаю? Я ногами шмыгаю. А вот Машка, а вот Дашка. Она всех там вложила, кто рядом с ней когда-то разговаривал. Те люди, которые ведут духовную жизнь, которые противостоят злу, который внутри их пытает меняться, они причастие воспринимают по-другому. Вы знаете, опять же, вот когда мы говорим, что достаточно ли просто молиться, поститься и в храм ходить, если нет внутренних никаких изменений, то получается, значит, что ты просто дружок привык. Вот один маленький пример приведу, у меня знакома одна, ну, женщина, педагог, ушла в монастырь, уходила в монастырь, когда она пришла к Игумне, вот, я даже скрывать не буду, про какой монастырь говорю, это наш Солочинский монастырь в Рязани, который находится. Она пришла к матушке Варваре, ныне покойной, новоприставленной, Царствие Небесное, почитаемая наша такая была матушка, любили ее, доброй и мудрой. Вот она и говорит, вот ты знаешь, говорит, сестра, хорошее твое, говорит, такое помышление прийти в монастырь, но насколько ты готова меняться? Она говорит, ну вот готова. Она говорит, ты знаешь, ты привыкнешь, говорит, к тому, что надо рано вставать и идти в храм, ты к этому привыкнешь. Ты привыкнешь к труду, который здесь будет, ты привыкнешь к распорядку дня, ты к этому привыкнешь. Ты даже молиться привыкнешь вовремя, но сможешь ли ты привыкнуть к тем искушениям, которые будут внутри монастыря, которые есть и будут постоянно? Это зависть сестер, это там, ну, какое-то, может быть, самодурство, вышестоящее начальство в хорошем смысле слова. Это нам кажется самодурство, да, а начальник, он знает, что нужно делать по отношению к подчиненному. К этому привыкнуть невозможно, то есть с этим нужно будет смириться. Чтобы с чем-то смириться, нужно бороться. То есть, опять же, идет речь о духовной жизни. Поэтому духовная жизнь, она очень многогранна. И основная задача духовной жизни – изменить человека. Даже, опять же, такой вот момент, если, вы знаете, некоторые люди бахвалятся своей какой-то вот добротой, что они такие добрые. Вот, дружище, если ты добрым родился, да, тебе легко делать добро, если ты по натуре добрый. А какая тебе награда за это? Вот даже в одном из Евангелий недавно, да, мы читали на воскресной службе, Господь говорит, если вы любите тех, кто любит вас, какая вам за это благодать? Какая вам награда? Язычники поступают так же. То есть, самый злой человек, который есть на свете, он все равно кого-то любит. Он, может быть, любить маму свою, может быть, деток своих любить, зато кругом всех ненавидит, да? Или какая вам награда, если вы даете взаймы тем, кто вам отдаст? Язычники так же поступают. То есть, о чем здесь речь говорит? Господь, речь идет о преодолении. То есть, если человек, допустим, склонен к воровству, ему везде хочется что-то своровать, а он свои руки связывает и не дает им воровать там, да, вот тебе награда. Если человек склонен к блуду, наследственно склонен к блуду, да, а он это преодолевает, то есть, он закрывает глаза, отворачивается там, да, крестится, видя прекрасную, красивую женщину, или там мужчина говорит, Господи, дивные дела твои. То есть, относится к человеку, к вожделенному, может, даже человеку, как к творению Божьему. Вот оно преодоление. Тяжело быть, знаете, человеком строгим, вот если человек строгий по натуре, да, вот ему тяжело проявить милость и добро. Но когда он преодолевает свою вот эту внутреннюю строгость, да, и творит милость и добро, для него это победа. Вот что такое духовная жизнь. Постоянный контроль над самим собой. Когда человек ведет духовную жизнь, для него молитва становится не только желанной. Необходимой. Необходимой и интересной, самое главное. Почему интересной? Потому что это уже не молитва покойника, человека мертвого, а это молитва человека живого, и причем человека, который постоянно, знаете, вот оживается у себя на глазах. То есть, он видит изменения в себе, он видит, как мир вокруг него меняется. Ведь, опять же, не секрет, закон, о котором мы говорим, подобный и тянется к подобному. Чем добрее человек, тем больше добрых людей рядом с ним. Чем злее человек, подлее человек, тем больше рядом с ним вот таких же людей. То есть, мы начинаем друг друга притягивать по подобию. Человек в виде изменений, ему интересно посмотреть, как прошел сегодняшний день, проанализировать этот день. Попросить у Бога прощения. Поговорить с Господом о том, как день пройдет завтра. Утром человек просыпается, он же знает, как он должен жить. То есть, он ведет эту духовную жизнь, борьбу с самим собой. Он говорит, Господи, присмотри за мной. Помоги мне лезть туда, куда меня не просят. Вот какие-то такие простые движения сердца, они помогают человеку быть действительно духовным. И духовные люди, они незаметны. Вот Христос говорит не по словам, а по делам. То есть, судите о людях по делам их. Ведь можно просто улыбаться и говорить красивые слова, да? Но дела-то твои, они же всегда видны. Мне кажется, знаете, вот в этих людях, наверное, незаметно их личного я. То есть, они не выпячивают его наружу. Поэтому все тайное, с чего мы начали, становится явным. То есть, как бы ни скрывался Серафим Саровский в лесу, да? Вот от людей, чтобы помолиться. Вот такая благодать от него ушла. Такой свет от него фаворский шел, что вот там все в округе освещало, и люди просто как мотыльки на свет. Так вот к святым людям и идут. Если действительно священник, допустим, любит своих прихожан, да, в нем добро его, любовь, оно преизбыточествует. Оно просто начинает выплескиваться. И люди это видя, это чувство, они идут к нему. И никуда там не спрячешь такого человека. Вот это люди, которые ведут все-таки духовную жизнь. Они ее не выпячивают, они не говорят, какие они праведники. Не говорят, какие они... Они, наоборот, говорят, что они грешные. А это и правда, потому что мы все грешные. Поэтому, конечно же, ходить в храм обязательно нужно. Поститься, молиться обязательно нужно. Причастие, это еще раз говорю, это самое высокое, что есть на земле. Выше этого здесь, на этой земле, нет. Но без ведения духовной жизни, без противостояния самому себе, только через борьбу, вот тогда будет все правильно, тогда будет все по-настоящему. Это будет очень интересно. И человек, такие люди, они духовно не умирают. Вот это вот главное. Нет вот этого выгорания. То есть на языке профессионалов, там говорят, вот профессиональное выгорание, да. Да, ведь, ну, у христиан тоже бывает перегорание. Если человек ходит в храм, вроде как бы исповедуется, а ничего в нем не изменяется, и как бы... На этом очень часто все и заканчивается. Походы в храм все реже и реже, а потом вообще от церкви люди отходят. Ну, дай Бог нам не перегореть и все-таки себя преодолевать. И дай Бог нам всем гореть, любовью к Богу и к ближнему. Спасибо большое, отец Георгий, что ответили на наши вопросы. До свидания. До свидания. Ну, это все на сегодня. В студии был Иван Игнатов. Я прощаюсь с вами до следующей программы и желаю всего доброго. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова